Здравствуйте, меня зовут Эра Ливанчук, и я живу в деревне. Сегодня немножко покажу вам козочку и козла. Видите, какой огромный козёл уже вырос. Ну, конечно, он стоит, но всё равно он вырос большой. Ну, не знаю, скоро догонит Василису. Сегодня у нас 14-е или 13-е. Сейчас посмотрим, сегодня-завтра посмотрим, как Василиса себя ведёт. Есть ли у неё охота. Если нету охоты, значит, она покрыта, наверное, так. Ну, и там 17-го сентября я уеду, приеду в конце сентября. И посмотрю на петлю, посмотрю, пообследую её. И будем продавать в октябре месяце козла. Я не помню, показывала вам или нет. Мы срезали иву, потому что она выросла очень большая. Вот они уже её доедают. Тут кора. Кстати, они достают, они очень любят кору. Очень любят, что аж не ест. Большая сильно. Вот это можно ещё. На, Василиска. Василиса, на. Василиса. Василиса. А, мешаю тебе. Мешаю тебе кушать. На, на. Как ей нравится вот это вот всё ива. Они очень любят. Это очень полезно же. На. Не хочется. Эту козлу попробую отдать. Козёл. На. Что-то козёл сегодня грустный. Нет, не хочет тоже. Ну ладно, ошиблись немножко. Привет, козёл. Что ты грустный? Нет у тебя козочек никаких. Хочешь почесать рога. Хочешь. Ой, обо всё, что есть, всё чешет рога. В сентябре ещё продержим. А потом покупайте козла у меня. Будет стоить 3000 рублей. Прям в конце сентября. Где-то. Не знаю какого. В конце. 28-го. 29-го. 30-го. Буду продавать. Он такой вообще такой. Он хороший. Медненький такой. Да. Я к нему, конечно, он там напакостил нам один раз сильно. Но я к нему очень сильно привыкла. И, конечно, просто как домашнее животное, в принципе, его можно было бы держать. Но он хороший. Он столько эмоций положительных уже вызывает. Он такой ласковый. Они все, правда, козлы, говорят, ласковые. Он такой ласковый. Он трётся. Он обо всех. Он к Маргошке. Он подойдёт к себе и начинает с ним, там, с ней играть. Маргошка его нюхает. Этот его нюхает. Играют, сообщаются. Он вообще не злобный абсолютно. В общем, конечно. И красивый. И он такой весь активный. Он, несмотря на то, что, может быть, даже и покрыл, и в осенней охоте, он всё вокруг неё, всё везде понюхает, везде потрогает, подтыкает её. Всё, везде, что всё сделает. Ну, такой вот активный. Так что, так что козлик, он это, если на племя возьмут, сами знаете, и кровь у него хорошая. Он, конечно, не похож на чеха, но, в принципе, если кому-то нужно молочного, молочных детей, то вот от этого козла хорошо будет. Потому что Мася, сами знаете, очень молочная коза. А этой Масян ребёнок. Такой большой уже вырос. Скоро будет ростом с Василису, правда же? Да, он очень быстро растёт. В отличие от чехов, чехи растут медленно очень, а этот растёт очень быстро. Вот он какой, ну, молодец. Борода у него уже начинает всё, всё у него в порядке. Это борода такая? Где? Борода такая. Конечно, ты не понимаешь, тут борода начинает расти у него, видишь? Такая шишечка уже такая. Бородатый. Ну, так если все дела умеют делать, конечно, и борода уже, всё. Да? Да ещё кому-нибудь. Серёжка, красивый. И я уже разрешаю малину есть, вот эту, которая у нас за огородом. Потому что мне её всё равно вырезать. И будет легче там пробиться сквозь заросли. В прошлом году я её не подвязывала, так просто оставляла. И, по-моему, даже не вырезала. Да, наверное, не вырезала. В этом году, конечно, я поаккуратнее с ней. Всё-таки здесь много было малины. Надеюсь, в следующем году тоже будет много. Вот. Далеко идти не охота, поэтому пусть объедают вот именно с этой стороны. Там у меня морковка с той стороны. Надо следить, чтобы они не ушли. Вот смотрите, у нас в группе козаводов была информация, что какой-то химией потравили. А мне кажется, что это от града. Вот такие пятна. Это как раз вот градинки, которые... Ну, или по краю... Ну, не знаю. Мне кажется, от града. Потому что именно после града всё у всех вот и появилось. Мне кажется, что так. Хотя я не могу спокойно стоять. Мне надо что-нибудь дёргать. Какие-нибудь... Вот он едет, наверное, за крышками, за это... Я разместила в группе, чтобы закаточные машинки отдам даром. Нет, мимо проехали. Значит, не к нам. Вот. Тут они тоже, кстати, любят. Пойду, скормлю. Ты селись, на, поешь вот эту вот. На, какая вкусняшка. Ну, какая вкусняшка. Вкуснее. Малина, конечно, вкуснее. Что тут говорить. То есть они только листики съедают. А я всё равно обрезать буду. И всё равно вот Степнов, у меня есть учёный-агроном был, знакомый. Он говорил, что обшумигивание очень помогает у семью. Может быть, рановато, конечно. Ну, ладно. Всё равно они сейчас походили, походили. У меня он по огороду, по этому. Поэтому походили, ничего не нашли. Ходят через забор, пытаются что-то достать. Там походили, ничего не нашли. Везде ходили-ходили, ничего не нашли. И смотрят на меня, стоят, смотрят на меня. Ну, я им говорю, ну, идите тогда малины веште. Всё. Что, она полезная, я думаю. На. Ну, что? Если я домой бы принесла вот этот вьюн, они бы съели, они бы едят хорошо. А здесь что-то не хотят. Ну, немножко кусают, видите. Интересная такая. В прошлом году Василиса не была такая. Вот выбеленная у неё бока. Мамины не было такого. В этом году и козёл родился какой-то белый. В этом году за низкие побеждают, выигрывают крови. Так. Вадима как раз подожду с работы. Сам придёт сегодня. Мы здесь, Вадим. Вадим, мы здесь. Нет, мы вон там малину ели сейчас только. Я им разрешила вот этой стороны малину съесть. Вадим, а где у нас лобзик? Сейчас за лобзиком должны приехать. Достань его, а. Достань его. Маргоша, фу. Марго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Она витамины не съела сегодня. Что, домой завести, что ли? Там они уже не всё, малину объели и не захотели больше. Домой заведу сейчас. Бум. Сейчас, что делаю. Какой весь. Рекес тоже встал у него. Бум. Или пусть побегают. Так это сейчас убежит. Он не привязан, да она привязанная. Да, привязать, побегать не получится. Эй, меня не надо, меня не надо. Бегут, 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 бегут. Давай, 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 девчонки, мальчишки. Бегом, 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 бегом. Бегом, бегом, отпускай. А, да, они могут в этом. Бегом. Эть. Эть, не туда пошёл козёл. Козёл, куда пошёл? Заблудился. Эть, 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 эть. Ой, я так люблю, когда они домой бегут. Это вообще. У меня сегодня профилактический день. Где-то раз в месяц вот так я их чуть-чуть марганцовочкой пропаиваю. Где серенькая на гнезде сидит. Эти кучинские новые. Здесь побольше. Ну, хватит. Всё не сел. Так, у всех поменяли. У всех помыли. Хорошо лотки. Так, дальше. Перцы вчера собрала. Должны сегодня-завтра приехать за ними. Так, начинаю я продавать своих хохлатых петухов. Посмотрите, какой красавчик. Если бы его показать сейчас на солнце, он весь переливается. Синим, фиолетовым, шикарным. Такой гребень у него на бок. В голову такая смешная. В общем, петух такой шикарный. Он бы ещё, конечно, подросся. У него было бы шикарно. Вот видите, зелёный, видно, отливый. Ну, красавица. Прямо не стыдно мне за него. Не стыдно. Второго мне надо вот этого с рыжей спинкой поймать. Потому что меня опросили белого. Белого я уже продала. А мне нужно сейчас тогда вот этого. Тоже красивый очень. Петушок. Это же петушок? Да, на шее косится. Всё лево. Лишь бы. Не, 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 не это. Петух, ты петух? Ну, ты же петух у нас. Ты петух. Всё, поймала. Всё, 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 мой хороший. Всё, золотинка моя. Сейчас проверю ещё, петух не петух. Вот этого петушка забирают у меня ещё. За ногу держу, за ногу, чтоб не улетел. Вот такого. Хохлатовый хвостик у него такой необычный. Но всех не оставишь. Мне все петушки нравятся. Они все такие симпатичные, интересные. Вот этого гребень на бок тоже, как у чёрного. Так, вот потихоньку распродаю петухов. Ещё остались. Так что кому надо, спрашивайте. Выпустила индюков погулять. Сейчас Вадим принесёт второго на солнышко. А то у них там загон такой, что у них даже солнышка нету. Подожди, сейчас придёт твой дружок. Мне кажется, вот эта девочка поменьше. Сейчас Вадим принесёт другого, увидите. И индюков мне надо продать. Я бы их продала хотя бы по 500 рублей. Хотя это, конечно, дёшево. Потому что раз уже у нас даже суточные по 400 рублей продаются. Индюки. А этот... Сейчас, подожди, придёт твой дружок. Сегодня солнышко. Хотя ночью было 5 градусов. Давай, кушай, кушай. Кушай, мой хороший. Вот это девочка, мне кажется. Оставить не могу никак, потому что пока я без индюков будем зимовать. Теплицы не будем никого держать. Да и они маленькие для теплицы, поздно вывелись. Поймал? Поймал, по-моему, ведёт. Сейчас, подожди, подожди, мой хороший. Он идёт, второй. Прямо сюда, по саде, хочу показать, что он больше намного. Мне кажется, это мальчик, а там девочка. Давай. Ага, такой большой. Вот этот большой прям, ага. Давай, давай, беги, беги. Вот он, подружка твоя. Вот она, вот она. Вот они, вот они, вот они ляли, встретились. Вот они. Видно, да, что вот этот мальчик с левой стороны. Пусть гуляют, да, Жон? Я не думаю, что они куда-то уйдут. Вот так и Маргошка будет лаять. Пусть поедят травки. Там прям у них ни солнца нет, ни травки, ничего. Травка-то мы даём, конечно, но им же самим надо рвать. Не бойтесь, не бойтесь. Давай, давай, зови. Вот всё, смотрите, у него висит вот эта штучка. И штучка висит под головой. Ну всё, вот-вот пусть они по-человечески гуляют. Им надо прям вот набрать, набрать. Они худо. Ну они как раз в таком возрасте такие, худые, конечно. Но всё равно. Травы им не так, как надо пастись. Всё равно. Что-то придумаю я в другое место. Курлычит. Ага, курлычит. Что ты говоришь? Ну не было уже этих гулятьков. Сколько там месяцев? Сейчас опять нашёл курлык. Ну да. Давайте, кушайте. Приятного аппетита. Вот она, вот она полетает, девочка. Вот она. Иди, кушай, кушай. Смотри, какая хорошая. Кушай. Вот почему-то помидоры так и любят куры. Очень любят. У меня сейчас купили Мишкин бустер. Вот как-то я вам не снимаю. А у меня постоянно в течение дня то один человек, то другой, то третий, то помидоры, то яйца. Это, в общем, бесконечно. Люди и выходной день сегодня. Вадим говорит, ты сняла покупателя, ты сняла. А я всё время не снимаю. Мне хочется, чтобы ничего не отвлекало, чтобы покупатель довольный был, чтобы не раздражён ничем был. Понимаете? Ну чё, вот это я буду с камеры бегать, а он потом скажет, да пошла она, не приедет. Ну это не из-за этого, я честно говоря. Я бы всё равно сняла, просто забываю. Вот и всё. Смотрите, разве это не прелесть? Разве это не прелесть? Вот она мне помогает. Она, правда, там на дорожку, только дорожку, она мне сейчас накидает. Но ничего, всё равно, зато она тут всё порыклит. Всё, сорняки все склюёт, корешки склюёт. Ой, какая умничка моя. Жалко, у неё голова эта вся у меня в челедоне, в креме. Но со временем перелиняет, чистенькие вырастут. Это когда я её лечила, скальп снятый был, дыра прям на голове. Умничка моя, хорошая. Так довольна, что она у меня выжила. Вот некоторые курочки, дай бог с ними, а это... Единственное, что, смотрите, она ручная, эта курочка. Ручные курочки все агрессивны к другим курам. Вот так вот я уже давно это поняла. Ну ладно, пока она мне почистит, потом я вам покажу, что я тут понаделала на этой грядке. Сейчас она вычистит, и я покажу уже красивую грядку. Ну-ка, эти ходят. Да, курлы где-то ходят. Курлы-курлы. Снова появилась у нас курлы-курлы. Давно не было. Курлы-курлы. Где это они? Ой, какое солнышко. Вадим у меня сегодня делает ограждение. Я вон постирала, бельё вешаю. Вадим делает ограждение на маленький балкончик. Вот мы вчера купили трубы. Потом зачистим, покрасим. Сейчас прибросим, как это всё будет, какая оградка. Оградка будет обычная. А просто вот эти вот доски, как штакетины, такие большие. И покрашены в шоколадный цвет. Вот и всё. Так, как внизу у нас. Так и будет наверху. Вот тут вот будет. Видите, у нас балкон. Как бы предполагаемая наша спальня. На втором этаже. Я на неё ни разу не вышла, на балкончик, потому что я боюсь. Ну, боюсь. Будет оградка. Хорошо. Всё покрасим. Оно как бы в проекте так и нарисовано было. Такая ограда. Только не помню, горизонтальная или вертикальная. Но мы решили сделать вертикальную. Потому что по-другому. Вот эти вот железные он приварит. Вот эти железные торчат закладные. Он приварит сюда, потом к столбу. И потом только вот будет так вот ограда здесь. Ну, так, вот как здесь. Вот, смотрите. Точно так же будет. Точно так же. Любопытная какая. Видите, дорожка заросла и не шевелится уже. Вот просто вот наступаю, она плотно. Можно было, конечно, что-то понадёжнее сделать. Ну, что-то не настроение, не желание, ничего не было. И я теперь хожу босиком сюда. В баню. Прямо из дома хожу босиком. Так, здесь. Здесь. Здесь нам надо что-то придумать на это место. Пока закрыли краешек. Просто так, чтобы... А можно даже сесть на ней. Смотрите. Ой, как хорошо. Сломать можно. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. На. Цепа, цепа, цепа. Иди сюда. Иди, моя сонка. Иди, лёлька. Иди сюда. На, тебе, дорожку. На. Молодец. Кушает, кушает. Молодец, хорошая. Умная девочка. Помидорку, наверное, тебе надо. На. Ну, иди сюда. Иди, поглажу тебя. Хочешь? Хочешь, тебе поглажу? Хочешь, поглажу. Иди сюда. Иди ко мне. Ляля моя. Чих-чих-чих. Иди сюда. Поглажу. Иди. Головешка такая. Я ее помыла сейчас мылом. Немножко, чтобы смыть. Ну что? Ну что? Ну что? Красотка. Фу на тебя. Фу на тебя. Фу на тебя. Любимочка моя. Фу на тебя. Вот так вот. Ну ты мой, ехалуза, тут не надо. Тут я уже все сделала. Навела порядок. Иди, уйди, уходи, уходи. Пойдем. Пойдем отсюда. Пошли. Пойдем, пойдем, пойдем. Пойдем. Не надо. Здесь гуляй. На, гуляйте. На самушке, давай. Не надо туда ходить. Ну не надо туда ходить. Ну не надо. Иди гуляй. Вот она проживет много лет. Ух ты. Потому что ее мамочки, мамочкам уже по 4 года. И они несутся. Единственное, что у них плохой оплод уже. Все равно выведем кого-нибудь еще. Не надо. Опять возвращается. Она, смотри, что уже понаделала. Тут я все уже посадила. Все уже присыпала. Ой, смотри, что. У меня тут семена и супер-клуша. Смотрите, она уже все поела тут. Ой, ты какая. Сейчас пойдешь домой. Иди домой. Домой, иди. Все тут. Она делала делов. Иди отсюда. Ой, ты что. Съела помидорку. Семена вон от супер-клуша валяются. Так, ну что делать-то? Надо добавлю сейчас, поскольку смогу. Давайте, перебегайте. Вот, молодцы. Все хорошо. Давайте, погуляли и хватит. Все. Нет, давайте в сарай. В сарай, в сарай. В сарай. Давайте, в сарай, в сарай. Давайте. Ой, как правдившные уже хвост распушают. Ой-ой-ой. Может, это две девочки? Давайте, заходите в сарай. Догадаетесь? Догадаются. Давайте. Давайте. Молодцы. Эту дорогу... Вадим, погни, пожалуйста, Вадим, чтобы он в сарай зашел. Или сейчас зайдет уже сам. Все, зашел, зашел. Все, спасибо. Так, молодцы. Вот и все. Домой пришли. Хорошие, молодцы. Вот так я их ловлю. Так, тихо-тихо-тихо. Все, открываем, заходим. Давай-давай. Ты тоже. Не, нормально, зайди. Нормально, заходи. Молодец. Давай-давай. Молодец. Все? Все дома? Все хорошо? Тесновато. Ну, будем думать. С красоткой. Сидит такая. Ой, самая красивая королевишня. Ну-ка, посмотри на меня. Королевишня. Вот она. Ой, красивая. Ой, ой. Черный петух, черная курица. Вообще интересно. Кученки мои. Новые линьи. Новые молотки вот они. Все рыженькие. Нету таких сильно пестрых. Вот одна какая-то такая пестренькая. Но все равно приятно очень, когда... Ну что ты? Ну что ты? Всегда приятно, когда молотки. Что тут говорить? Еще пейте. Яйца тоже не собирала я сегодня. Принесла. Ой, по-моему, и вчера не собирала. Потому что не может так за один день. За два дня, наверное, накопилась. Тоже старенькие вот такие несут. А это молотка. Так. Красивые яйца. Тогда и у белых, у этих, у ленинградских. Ну-ка давайте посмотрю, что вы там нанесли. Они еще любят. Вот, смотрите, на этот вкус не могу. Так. Что у вас там? А здесь немножко. Но зато гигантские. Смотрите, какие огромные. Так. Наверное, короче, вчера я не собирала. А у кученок, у маленьких, наверное, позавчера не собирала. Ой, какие огромные яйца. Вот эти белые, ленинградские. Но сами зато куры обдрипаны, общипаны. Смотрите, какие. Вон, присела. Так тут же нету петуха. Че села-то? Эй. Че села-то? Петуха нету, она села. Совсем уже. Так. В принципе, управляться очень легко. Это что такое? Вот. Воду поменять. И зерна у нас. Все. Ну, травы в течение дня я не считаю, что ты управа. Это так. На грядках работаешь. В ящик собираешь. Куда-то же надо высыпать. Вот я сюда и высыпаю. Поэтому управляться очень просто с курами. Главное, чтобы они не болели. Вот и все. Если заболеть, уже неприятность. Поши ручкой. Не опирайся. Ты че напираешься-то? Вадим, не опирайся. Не опирайся, пожалуйста. Все. Не надо опираться. Класс. Мне так нравится вообще. Я так мечтала давно об этом.